здравствуйте сегодня 6 февраля 2024 года прохожу мимо 22 школы лицея вижу вот такого снеговичка вот такого снежного человека ну ростом около метра может чуть больше стоит снеговичок а я решил немного прогуляться и что мне бросится в глаза интересное по ходу прогулки сниму на видео погода около нуля может быть плюс один даже снег тем не менее вот лежит на улице на дороге лужи солнышко проглядывает целом такая предвесение погода интересная солнышком настроение хорошее а это картина 1986 года выполнена в технике с графит то что переводится как вы царапывание ну здесь так сказать расцвет новой жизни изображен мальчик на коне крестьяне трупачи и женщина работница с книгой идет или уже получила знания какие-то хорошая такая оптимистичная картина на стене 22 школы идем дальше может что-нибудь еще позитивного увидим в этом доме была блинная в советское время сейчас магнит косметикс там улица брестская остановка главпочтам то это улица максима горького это дом по улице максима горького 27 старинный дом с деревянными таким перекрытиями первый этаж раз куплен под магазины из которых вот мне как-то заинтересовал магазин все для танца болеро я туда зашел там знаете костюмы всякие маски даже все для танца а там у нас старое здание 22 школу находится там где с графита тысяча девятьсот восемьдесят шестого года картина это новый корпус 22 школа которая учился это старый корпус она такая уже смотрится совсем как небольшая двухэтажная 2 в 3 смена учились очень много детей помню было я здесь и 10 лет отучился а потом уже вот пристроили такую современную пристройку большую четырехэтажную и там стали учиться мы но здание старой школы уцелела стоит украшена с палисадником мы этот палисадник вскапывали иногда вот хорошо что уцелела там еще вот такая барельеф барельеф на эти барельеф написано учиться учиться и учиться как завещал великий ленин как учит коммунистическая партия насколько я помню пионеры с горными замечательно песни горные песни лето песни солнечной реки 22 школа лицей моя любимая тогда была директор гек по моему татьяна дмитриевна вот что еще сказать тоже в принципе сталин к овощный магазин тут был насколько я помню на первом этаже бегаем на переменах покупать картошку по 10 копеек 50 грамм московский картофель московский картофель хрустящий вверх можно будет двор двадцать второй школы столовая пристройка это горького 23 гостиница ресторан очарованный странник тоже в принципе старое здание реставрированное реконструированное 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 да я помню заброшенный дом был когда я тут учился и дом этот называется бахтина по моему дом бахтина его установили вот и сделали вот эту гостиницу очарованный странник вот какая надпись сейчас еще почетче вот так вот так да очень красиво стало а была в общем то какой то я не знаю заброшка была какая то а это театр русский стиль здесь была женская консультация в советское время это перекресток Тургенева и Горького ну там дальше Васильевский мост там завод продмаш это я уже снимал тот участок дороги повторяться не могу вот а это музей писателей орловцев и за ним музей Тургенева с общим двором где я тоже неоднократно снимал красивое местечко оазис тишины среди городской суеты вот такой электробайк электровелосипед интересный хорошо так ездить на велосипеде я тоже сегодня хотел на велосипеде но поскольку тротуар это во льду видите пока еще думаю это преждевременно делать трилистник советской постройки театр русский стиль поэтому с каталками с покатушками я пока повременил давайте заглянем во двор между музеями тут у нас снежное поле очень красиво кстати вот там снег какой-то метет видите на солнце мелкая крупа такая носится в воздухе это и вообще классно ощущение атмосферы вообще такая атмосфера это весенние зима зимняя весна ну реально когда ноль там плюс один и солнце лупит уже понимаешь что зиме в общем-то крышка ну она еще что-то пыжится еще какой-то снежок мелкий подсыпает нам ну ничего это так сказать уже пойдет в разряд по приколу как-то это зима конечно но уже не совсем потому что вот это яркое встающие ослепительное солнце на котором в принципе можно стоять уже и получать тепло немножко так сказать загорать получать витамин d какой-никакой оно нам говорит что весна совсем уже не за горами так что если есть у вас свободная минутка прогуляться по этой замечательной территории очень даже хорошо и радостно хорошую погоду зимой и летом и осенью и весной вот это остановка музей Тургенева остановка музей Тургенева и забор оформлен в виде книжных переплетов очень интересно оригинально причем говорят что данные книги они реально находятся в хранилищах музея философия там сочинения какие-то стихи вот так оформлен забор ну что ж литературно очень литературно шиллер очень литературно очень красиво и туристично колонны вот эти замечательные это музей Тургенева вот такое здание классное мне эта остановка так сказать до боли знакома потому что когда я из школы возвращался я порой ждал троллейбуса долго когда зима была холодная стоишь ждешь ждешь ну сейчас попроще с транспортом а тогда это была проблема и залезть так сказать влезть потому что битком набиты транспорт ходил вот эти карусы гармошки это же нет хорошей жизни их растягивали на полтора два салона потому что просто люди не входили на работу ехали а сейчас маршрутки ходят мало того что часто их еще можно движение отследить по приложению яндекс транспорт так ну здесь такая вот информация с телефонами о музеях об орловских карта схема вот этих музеев видите в принципе я ее как-то снимал особо повторяться не буду все можно найти в интернете или посмотреть на паузе вот там у нас улица Ленина памятник Каховка Тургеневский мост какая погода замечательная замечательная а вот это Георгиевский переулок он малюсенький но тем не менее так называются и он выходит на улицу 7 ноября еще такой указатель интересный в общем готовимся стать туристическим центром я надеюсь город орел литературная столица России хороший такой туристический центр со старинными домами с хорошей природой с красивыми местами в общем быть добру памятник героям гражданской войны Каховка ну вот тут я мог бы например на велике проехать по плиточке может и стоило сегодня на велике проехать не знаю не знаю так это орел при свете дня который я недавно снимал в темноте светящейся при свете дня он выглядит вот так сделали ему гнездо такое из еловых веток и камней и вот он над ним так сказать возвышается ну красиво вот это кстати объекты пиарные это скульптура мне очень нравится особенность когда она светится в темноте бесподобно она смотрится очень оригинально во всяком случае он мне нравится больше чем орел из ивовых прутьев после 909 квартала хотя и тот так сказать в свое время был восхитителен но этот конечно просто вообще когда он ночью светится это удивительное зрелище вот так тротуарчик почистить почищен иду гуляю снег вот метровый лежит так то покров сантиметров 30 наверное просто сгребла техника уборочная иду короче гуляю дальше да хорошо почищен тротуар я даже жалею что не на велике поехал можно было бы открыть велосезон в феврале а что если февраль как март почему бы не кататься на велике покрытие это твердое шины скользить не будут едешь себе да едешь тем более вот мне и встретился на электровелике парень а я бы мог и на обычном тут ехать ну что ж запомню запомню я это дело если сильно не наметет как нибудь прокачиваюсь в ближайшие денечки это улица 7 ноября у этого дома покрыли крышу наконец то думаю теперь она уж не течет как раньше так там альберт отель река орлик вот еще один парень едет на велосипеде ну что ж надо было и мне на велосипеде ехать причем у него такие колеса 24 дюйма не особо большие у меня то 28 мне то лучше ехать было бы ну ладно зато он с передачами в горку едет спокойно себе а я порой в горку спешиваюсь альберт отель тут везде тоже снег лежит типография труб прекрасная погода да я наверное зря такие ботинки противоводные надел потому что тротуарчик видите сухой почти ни наледи ни воды нет можно было и на велике прокатиться да постепенно вот так незаметно для нас весна к нам все ближе и ближе подбирается не удивлюсь если в конце февраля вообще тут никакого сняга и льда не будет бывали у нас такие феврали когда уже числа двадцатого то ли двенадцатый год не помню ну просто не было снега вот на орловских улицах так тут у нас река Орлик он естественно подо льдом ну и лед там тоже вот начинает таять где-то что-то ну пока еще наверное прочный лыжни не вижу почему-то не вижу лыжни вон там она есть она обрывается вот такое местечко собор Михаила Архангела он же Успенский собор он же Михаила Архангельская церковь вот вопрос к верующим людям как вот правильнее его называть я слышал первые названия в советское время Михаила Архангельская церковь потом в двухтысячные годы слышал собор Михаила Архангела и небесных сил бесплотных помню даже там число было архистратига Михаила Архангела но это я не помню насчет архистратига а третий вариант это Успенский собор это я уже совсем недавно услышал ну аж пару лет назад ну в общем там улица Пушкарная первая а вторая Пушкарная это как раз там где Васильевский мост он же мост Лебедь вот эта первая Пушкарная так интересно достаточно идет она загибается как бы туда влево и тогда уже они идут параллельно со второй Пушкарной а здесь она просто перпендикулярно второй Пушкарной улица первая Пушкарная такая вот особенность ее делает она угол резкий поворот вправо а это улица Энгельса говорят что эта революция называлась Аптекарская или дом аптекарский вот это был что-то такое дальше улица Васильевская в советское время называлась Карла Либкнехта а это улица Первая Пасадская она как и припоростроительная вот в этом месте раздваивается там установка Первая Пасадская и там вот прошел Тургеневский мост иду себе дальше перешел улицу Васильевскую и тут мне стало понятно и ясно что не стоило мне ехать на велике потому что на тротуарах все-таки снег и глубокий и лед и естественно таким заледеневшим тротуаром на велике ехать не комфортно а по дорожной части грязно и тоже не комфортно из-за машин вот сейчас я тут пустырьком пройду тут хороший такой пустырек есть несколько заброшенных домов думаю со временем здесь будут вырастут высокие, красивые, комфортные, современные многоэтажки с великолепной придомовой территорией но пока еще это как-то так все обстоят дела вот такой пустырек и не маленький достаточно можно здесь домик такой конкретный забабахать стоянками с площадками а это вот ветхий дом старинный из красного кирпича деревянный он так сказать пойдет уже под снос да вот он уже снос-то и начался тут такое объявление висит объект культурного наследия дом жилой 19 века он реконструируется видимо его сносить даже не будут а будут устанавливать ну что ж восстановление старинных домов я очень даже приветствую это наша история и это так сказать наша культура а это трамвайная остановка улица 1 фасадская здесь тоже старинный дом с толстыми стенами двухэтажный осанистый так смотрится кряжисто из хорошего кирпича стены очень толстые поэтому собственно и устоял потому что основательно построен это современный дом по улице 2 фасадская 14 а это здание 2 школы кто здесь учился ставьте лайк сейчас еще с того ракурса сниму его немного пройду вот вторая школа и этот дом старинный вот он так перехожу улицу да на велике кататься еще рано еще видите лед тротуары во льду по прежней части тоже не очень комфортно там вода водится подождем еще какое-то время а здесь находится магазин багира хорошая такая старая фирма орловская торгующий компьютерами и комплектующими вот старинный дом я снимал там была церковно-прикадская школа и за забор заглядывал на улице 2 фасадской кому интересно видите дмитрий за орла 2 фасадская там такой дом весь заросший с таким кольцом старинным тоже в общем ветхое домовладение за толстым забором ну что сказать собственно наверное хватит мне снимать чтобы слишком длинным ролик не был так вот ставьте лайки пишите комментарии поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях сделайте репост также можете пополнить баланс моего сотого телефона мегафон 8 920 88920 на услуги связи звонки смс интернет ну и можете также подписаться на мой канал Дмитрий из орла в яндекс дзен в рутубе в ютубе в одноклассниках вконтакте вот такая улица 2 фасадская там у нас улица комсомольская и магазин москва бывший в страну вот смотрите какое там крыльцо резное хотелось бы конечно мне за этот забор попасть и полазить дом поснимать но не имею такой возможности если у кого есть ключи от этого домовладения пригласите меня давайте я сниму на память для истории нашего города вот это замечательное здание церковно-приходской школы дореволюционной с резными вот этими наличниками для памяти для истории ну все до новых встреч и